Звёздный завтрак. Сильная и смелая у нас сегодня в гостях. Сегодня в Звёздном завтраке у нас певица, композитор, автор песен, красавица Юлия Михайловича. Юлия, утро доброе, здравствуйте. Давайте так, сразу послушаем небольшую музыкальную справку о вас. Музыкальная справка. Юлия Сергеевна Михальчик, 34 года, родилась в городе Сланц, Ленинградской области, окончила музыкальную школу по классу фортепиано, училась в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов по специальности пиар, связи с общественностью, но ради участия в телевизионном проекте первого канала «Фабрика звёзд» ушла из университета, сейчас не замужем, воспитывает прекрасного сына Александра. Звёздный завтрак. Юлия, а как так бросить университет ради телевизионного проекта? Дело в том, что я в университете была профсоюзов, у нас такой есть вуз, он очень строг в отношении правил к своим учащимся, но прямо вот очень строг, то есть нет никаких поблажек для определённых личностей, чего бы ты там не достигал, и как бы ты не упрашивал руководство, вот есть общие правила, они для всех, но в принципе это, наверное, где-то даже хорошо. А сейчас, наверное, кусают локти. Я опоздала на 1 сентября, я их просила, да, очень просила, слёзно просила, пожалуйста, я вас очень прошу, вы можете дать мне такую отсрочку небольшую, да? Нет, мне сказали, у нас для всех одинаковые правила, мы не можем, мы не отчислили. Хотя я училась первый год на отлично, я участвовала во всей жизни в вузы, я в творческой... С какого курса вы ушли, получается? Со второго я ушла. Со второго курса, да? Просто я столько вложила сил в первый курс, то есть я сделал до 11, расписывала семинары, нужно было учиться на отлично, чтобы получить скидку на образование, поскольку за меня платили родители, мне очень этого не хотелось, я очень-очень старалась, чтобы я эту скидку получила. Потом я участвовала в молодежном телеканале с 7 до 9 на ТНТ. Утро я была в эфире телевизионно, мало того, я ко всем рубрикам все подводки прописывала сама, и в 4 утра я уже вставала, то есть я спала по 5 часов в сутки. Я как никто вас другой, Юль, понимаю. И все на смарку, не было так обидно. Слушайте, немало сил же вы вложили в фабрику, третье место вы взяли в этом проекте. Многие фабриканты ругают гастроли, неужели они действительно были такие невыносимые? Да классные были гастроли, я вообще ничего не ругаю, потому что все в жизни в кайф, в удовольствие должно быть. И мне кажется, если ты воспринимаешься каким-то негативом, то так оно и будет происходить в жизни, вообще какие-то моменты в жизни. А если ты на все смотришь положительно и позитивно, будет все прекрасно. У нас были прекрасные гастроли, замечательные. Два года счастья, просто счастья, когда ты не заезжаешь в Москву вообще. То есть ты появляешься в Москве на 1-4 дня раз в 2 месяца. На второй год, может, там почаще бывали в Москве, но тем не менее. То есть вообще не бывает у тебя дома, но при этом ты каждый день встречаешься с новыми людьми. Своя романтика такая. Ну, романтика, конечно. Это вот, это прям, знаете, для меня было... Я потом уже как такового университета не увидела. То есть у меня был, естественно, университет, но я уже была вся в гастролях. То есть я все время торопилась, я не насладилась этой жизнью. За первый курс не успела, вот когда я действительно училась и только училась. Вот скажите... Здесь прям у нас была вот университетская жизнь такая, можно сказать. Нам недавно приходила Маша Вебер, она же тоже бывшая фабрикантка. Вот Маша записала очень успешный дуэт с Михаилом Захаровичем Шахотинским. Красивый дуэт. А вот у вас в планах нет спеть с кем-то из сильных мира шансона? Ох, я бы с удовольствием. С кем мечтаете? Давайте запустим эти мысли в космос. С кем? Мне моя самая-самая, наверное, такая заветная мечта в отношении мужчин из мира радиошансона и вообще из мира шоу-бизнеса, это Григорий Лепс. Ух ты! Ой, какой бы сильный дуэт бы получился. Супер-вокальный, супер... Ну, для меня прям вообще... Я очень... А знакомы вообще с Григорием? Ну, шапошно, конечно. Шапошно, да? Здравствуйте, до свидания. Ну, кто знает, кто знает. Со Стасом Михайловым тоже очень бы хотелось. Колю Баскова обожаю! У меня столько мужчин, которых из шоу-бизнеса, к которым я с большим уважением отношусь, что у меня спектр огромный. Юль, ну все только начинается, все только впереди. Давайте кое-что с вами поиграем. Правда? Неправда. Буду зачитывать слухи о Юле Михайловичке, которая ходит в СМИ. Расскажите, что из этих слухов правда, а что нет. Правда, что Юля Михайлович очень мало спит? Вообще не сплют. Я сегодня спала три часа, приехала к вам, потому что я вчера только домой приехала в два ночи. А как же вот эта усталость. И при этом вы же прекрасно выглядите сегодня. Я еще и болею. Я не знаю как. Анечка, все для вас. Я же знаю, что женщины будут. А женщины особенно смотрят на женщин. Это да. Поэтому я оценила, что Юля сегодня выглядит хорошо. Правда, что Юля Михайловича окончила школу с золотой медалью? Серебряной. Серебряной, да? Да. По какому предмету четверки были? Математика. А, вот как. То есть точные науки не про меня. Ну, а ну, нужны вам эти точные науки, Юля? Вообще нужны. Ну, вот вообще, где они мне пригодились? Совершенно верно. Ну, это сейчас, если на школьнике слушают, девочки-мальчики, вы учите математику, пожалуйста. Обязательно. Нет, обязательно. Конечно, для общего, так скажем. Это правда, что Юля Михайлович перепела Валентину Толкунову? Ну, я не перепела, нет, ни в коем случае. В смысле, ее перепеть невозможно. Я озвучила фильм, который был о Валентине Толкуновой. Так. Причем озвучила я его на восьмом месяце беременности, записывала все эти песни. Серьезно? Да. И более того, некоторые песни из ее репертуара, вот так, волей у судьбы сложилась, что мне Евгений Павлович после ее ухода передал. То есть я официально их могу исполнять. Ух ты. Но ее родственники тоже, конечно, не против того, что я пою ее песни. Но реже-реже, безусловно, каким-то тематическим мероприятием определенным, но тем не менее. Слушайте, ну поэтому носики, корносики, прям, мне кажется, на последних сроках беременности самая то спит. Да я их еле пела. Плакали, да? Да какой я плакал? Нет, а, тяжело. Я рыдала. А, рыдали? Конечно, я сидела вот так уже на стуле, я уже не стояла. Гормоны, гормоны, Юль. Мне тяжело было живот держать. Мне обещали, что я это все запишу где-то там до четвертого места. Я предупреждала, что я в положении. И в итоге вышло, что я записывала уже прям совсем еле сидя, не то что стоя. Это правда, что в 2008-м вы выдвигались на участие в Евровидении и даже дошли до финала? Да, я была. Но я была крайне, я считаю, то есть было все очень сумбурно, я была не готова. Я очень рада, что Дима тогда поехал в Билан, что вообще он супер... А еще не планируете выдвигаться? Ой, знаете, так, если будет предложение такое, наверное, это будет... Я уже зарекала, что я никогда больше в конкурсах участвовать не буду, но если такое предложение поступит, то, наверное, Евровидение это единственный конкурс, с которого я не смогла отказаться. А правда, что после фабрики Юля Михайлович заболела анорексией? Да. Серьезно? Да. Как себя так довели? Ведь это два года счастья, Юля, а тут вдруг... Два года счастья, да, но у меня с определенными моментами вес пошел вверх, и я набрала достаточно много, и мне нужно было... А я такой, знаете, перфекционист, то есть мне либо да, либо нет, у меня середина не бывает, у меня не бывает серого, у меня белое и черное, и все. И поэтому я решила худеть так основательно, что я вот себя довела до такого состояния. Давайте узнаем, вот как вот в наши дни Юля Михайлович поддерживает свою форму после небольшой паузы. Если есть вопросы, 909-955-103-0, вайбер-вотсап работают. Звездный завтрак на Радио Шансон. У нее практически не бывает сна, но при этом она прекрасно выглядит. Юля Михайлович у нас сегодня в гостях. Юля, мы все знаем, что тебе пришлось время, на какое-то время прервать карьеру ради сына. Сколько ты пробыла в декрете? Расскажи, пожалуйста. Ну, я так скажем, я ничего не производила в этот момент, я продолжала гастролировать. Ага. Да, но, конечно, вот для, как так сказать, для зрителя, для широкой публики, конечно, было ощущение, что я пропала. То есть у меня не было там особо клипов, не было эфиров хороших, телевизионных, на радио там что-то незначительно ставили. Поэтому я пробыла, наверное, года 4-5. Это очень много. Много, много. Вот для артиста, для творческого человека. Вот смотри, ты буквально ворвалась в эфир шансона с песней «Девушка простая», да? Опять же, вот совсем недавно снова и снова прекрасная песня у тебя появилась. То есть если бы ты узнала, что ты беременна, вот ты бы сейчас бросила бы опять карьеру певицы ради воспитания? Нет, да? Ни в коем случае я допустила огромнейшую ошибку, полностью уйдя в семью с головой. Но мне казалось, что тогда так надо. То есть это было, ну, это все было по большой любви, безусловно, мой брак. И мне казалось, вот все, я обязана влиться в семью. Я должна научиться готовить так, как мама, мужа. Ну, вот все вот эти моменты. Я занималась фактически только семьей и успевала еще работать, но, я говорю, я ездила на гастроли, поэтому так, чтобы я еще раз, нет. Ты где-то говорила, что о троих малышах мечтаешь. Еще актуальна эта цифра, да? Мечта моя осталась, мечты такие не уходят. Конечно, я детей хочу еще, но все уже буду грамотно совмещать. Твой малыш Александр, 6,5 лет. Ты каким будущее вообще, Саша, видишь? Хотела бы, чтобы он по твоим постапам пошел? Ни в коем случае, но и нисколько не педалирую, не развиваю, не поощряю это, но вижу, что у него, безусловно, чувство ритма, интонации и всего остального. То есть он все подпевает, подпевает в ноль, то есть это, учитывая то, что я нисколько вообще, вот не даю никакого там упора, а давай попоем, а давай там позанимаем, вообще ничего. То есть он слышит, моментально схватывает, интонирует правильно, все в ритме, все как надо. Слушай, зачем тебе дуэты с Михайловым Слепсом? Саша Михайлович, вот самый лучший дуэт твоей жизни, мне кажется. Знаете, я так хочу сказать, если вот это проявится настолько, что это невозможно будет скрыть, ну вот прям вот все, это вот талант, безусловно, тогда надо помогать. Да, пока сейчас пусть занимается борьбой. Футболом, да, он, по-моему, очень увлекается. Футболом, чем угодно, да, да. Скажи, пожалуйста, три года подряд ты работала над своим альбомом «Ретро-хиты». Есть такой альбом у тебя? Есть такой. Так удивленно просто на меня посмотрела. Да, три года, ощущение, что мы его быстро записали. А как ты выбирала вот эти песни 70-х, 80-х? На что ты ориентировалась? Потому что там «Лесной олень», «Эхо любви», «А он мне нравится». Много песен было тех, которые предлагал к эфиру Первый канал, ну и так как-то у меня уже складывалось, что вот мне их предложили, я уже их спела, и, ну, там были, помните, старые песни, а главный такой проект. Да, да, конечно. И вот больше, много песен было именно предложенных каналам, и потом, соответственно, они автоматически входили в альбом. Потом были песни, ну, которые действительно нравились, просто нравились сами по себе. Давай, знаешь, что сделаем? Небольшой фрагмент из этого альбома. Вспомним, исполним песню Анны Германа, «Он мне нравится». Вы только учитывайте, да, что я немножко сегодня хвораю. Да ладно, да ладно. Все хорошо. И голос хороший, и выглядит хорошо. У нас сегодня в гостях Юлия Михайловича. Слушаем песню, а он мне нравится. Знаете, прекрасные слова. Полностью поем, да? Да нет, нет. Вот куплет да припев. Подпевайте, люди добрые. Можно чуть погромче? Можно, конечно. И меня тоже. Все вместе. Мне говорят, он маленького роста Плохо себя слышу еще. Мне говорят, одет он слишком просто Мне говорят, поверь, что этот парень. Вот все теперь. С ними не пара, совсем не пара. И все вместе. А он мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится. И это все, что я могу сказать в ответ. Ой, красота-то какая. А он мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится. И это все, что я могу сказать в ответ. Звездный завтрак на Радио Шансон Выступив этим летом на 19-летие Радио Шансон в Сочи, Юля Михайлович там же в Сочи и осталась, на новую волну. И вот там, на новой волне, люди увидели и услышали песню снова и снова на стихе Михаила Гуцериева с шикарным просто номером. Юля, кто придумал тебе этот номер? Ты в Инстаграм выкладывала фрагмент выступления, расскажи. Да, всем занималась команда продюсерского центра Гуцериева. От и до я благодарна, просто моей благодарности нет предела, потому что все было настолько четко сделано. От постановки, декорации, света, звука, образа моего. Огромное всем спасибо, кто был причастен к этому мероприятию, к подготовке к этому мероприятию. Ну, действительно, номер получился шикарный, правда. Я сама очень довольна по оценкам зрителей. Я понимаю, что это действительно было хорошо. Этот номер, это такой фронт-анонс твоей предстоящей концертной программы, концертного шоу твоего нового, да? Да, да, мы планируем, естественно, планируем сольный концерт. В этом году, в Москве? Я думала, что это будет начало следующего года. Так. И, ну вот, соответственно, готовимся. А где ты вообще с Михаилом Сафарбековичем познакомилась, расскажи? Ну, с Михаилом Сафарбековичем тебе тяжело просто так познакомиться. Да, да. Нет, была предложена песня мне к исполнению. Девушка простая, я ее с удовольствием исполнила. И вот так началось наше сотрудничество, которое уничалось успехом в первом случае и продолжилось сейчас вновь с песней снова и снова. Ну, круто, круто. Дай бог, чтобы и дальше продолжалось, потому что очень хорошие песни. У нас Тимурас из Абхазии на связи. Тимурас, утро доброе, здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. Юля. Да. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Юля. Я хотел бы задать вопрос. Юля, вы такой очень хрупкий девушка, очень красивый девушка, очень скромный. И как у вас нету продюсера? Как вы одна справляетесь, без продюсера? Я вам даже больше скажу Тимурас, и мужа у Юлии Михайловича, и у нее нету. Все сама, все сама. Ничего у меня нет. Ну ладно, Юль, есть признание людей, есть любовь людей. Нет, нет, давайте так, мы сейчас поправим ситуацию, потому что, объясню почему. Потому что у меня сейчас ситуация изменилась. Сейчас у нас начинается плодотворное сотрудничество с продюсерским центром Гуцериева, поэтому в мою жизнь сейчас, я очень в это верю и надеюсь, кардинально изменится, творческая. Насчет мужа тут поправиться так быстро, сложная ситуация, как пойдет. Юля, а вот с композитором Дмитрием Дубинским же тоже у вас такой плотный... Да, мы с Дмитрием Дубинским сотрудничаем, и аранжировку, все саунд-продюсирование песни снова и снова делал Дима Дубинский. Дим, а собственно тебя почему интересовало так, что все Юля сама-то сама? А вот Юля не узнала, а у нас на связи не Тимурас из Абхазии, а Дмитрий Дубинский из Москвы. Да ладно! Дима, привет тебе, здравствуй. Я не узнала тебя. Привет, привет всем. Ну вот я... Это был ты? Незатейливым способом хотел ворваться в эфир. Ну у тебя это получилось, это получилось. Я тебя не узнала, ты можешь себе представить. Кстати, вот собственно Дубинский рассказал, что Юля Михальчик практически не спит, все секреты открыл нам. Ах, ах, Дима, Дима. Ну прости, это еще не все секреты. Да? Так мы можем не выключать телефоны раздаваться. На этом хватит, Дмитрий. Все. Дим, спасибо огромное за звонок. Кстати, если есть вопросы к Юле Михальчик, пожалуйста, мы открыты. Вайбер, ватсап работают 909-955-103.0. Звездный завтрак. Жалко, не идет у нас в инстаграм прямой эфир во время песен, которые звучат в эфире, потому что Юля практически в дуэте с Лепсом только что спела и получилось очень круто. А у меня идет. Очень круто. А у тебя очень... А Лепс не идет. Не, не, у меня идет прямой эфир. А, у тебя идет прямой эфир в твоем инстаграм. Да. У нас сейчас тоже обязательно пойдет. Скажи, а ты вообще в караоке ходишь? Редко сейчас. Да, редко. А если ходишь, какие песни поешь? Ой, помолимся за родителей, пою. Пою такие... Пугачева, Борисовна, пою. Ну, много чего пою. У тебя в свое время же музыкальные критики, а точнее твою экспрессивную такую артистическую манеру сравнили с манерой пения юной Пугачевой. Тебе вообще творчество, Борисовна, близко? Очень, очень. И артистка невероятная. Ну, это величина такая, к которой сложно дотянуться. Но, тем не менее, то есть это приятно крайне, если такие вот... А с детства вообще какие кумиры были у Юлии Михайловича? Я с шести лет плакала под Буланову Таню. Чтобы я понимала... Не зови ты Мишку папу... Какая там песня-то была? Его за лапу... Ну, в общем, слова я знала наизусть. А, значит, Аллегрову очень любила. Угонщицу не было? Угонщицу, нет, и не только. Потом Успенскую, Зеркала, группа Любые у меня была. Ну, то есть я слушала... А, еще слушала группу Серьга. Ну, то есть все то, что слушал папа. Ну, такие, слушай, серьезные песни, которые... Вынуждена была. Простой человек-то не споет такие прям такие основательные. Да. Я знаю, что на фабрике ты однажды исполнила песню Сопрано на Старославянском. А ты вот еще такие эксперименты не планируешь, нет? Нет, это была песня, написанная Александром Валерьевичем Шульгиным. Ну, специально для меня это была не заимствована, а оригинальная песня. Поэтому если кто-то напишет, если будет такой прецедент, то, конечно, может быть, но... Ты как синяя певица из пятого элемента тогда была, потому что ты такие вокальные выдавала штуки в эфире. Ну, она была... Такие вот, которые стильные там, это было на итальянском. А на Старославянском она была такая более сдержанная, мне кажется. А правда, что ты сама фанатеешь от такого легкого рока? Ну, не могу сказать, что я фанатею. Я меломан, я люблю всякую, разную музыку. То есть мне вообще, может быть, нравится многое. Очень нравится многое. А вот у тебя есть опыт работы в рок-опере «Парфюмер». Поделись своими впечатлениями. Ну, дело в том, что я, конечно, мало там успела поработать. Мы открыли премьеры в Москве. На этом все, потому что у меня дальше гастольный график не совпадал с ними. То есть, конечно, я в приоритет ставила свою деятельность самостоятельную. И дальше поехали другие артисты. Но премьеры я отработала. А есть ли еще такие поступления, предложения поступят? Мне только поступило предложение в мюзикле участвовать. Я отказалась. Отказалась? Ну, потому что это все-таки, вот я говорю, опыт показал, что я просто не успеваю. То есть все равно я... Ой, я еще поделюсь с вами. Я в ближайшее время, надеюсь, приду к вам на эфир еще. Просто я не хочу предвкушать какие-то некоторые события. У нас вчера выборы были. Вот, поэтому, конечно, все равно у меня вся деятельность остальная идет. Но все равно главное дело, безусловно, это точно... Подожди, ты так забежала наперед, убежала, опять сказала и стала перебить. Сказала «А, скажи Б, Юля». Я пока не скажу, потому что все-таки результаты важны. И мы потом это обсудим еще раз. Я надеюсь, я там раз. И мне еще не один приду, поэтому... Мы всегда рады дорогим гостям. Давай еще лучше себя сейчас постараемся узнать. Что в сумочке тебе моей? Психологи говорят по тому, как заполнена женская сумка. Да и вообще по ее размеру, а в наше время еще и по тем буквам, которые написаны на этой сумке, многое об обладательнице этой сумки можно сказать. Держи. Сдаю тебя. Прям мне сдаешь? Посмотри, а что это такого-то? Слушай, первый человек, который мне в руки дает сумку Луи Виттон, оригинал причем. Знаете, я чувствую по качеству кожи. Хотела сказать, Юль, достань пять предметов из этой сумки. Я сейчас как-то себя чувствую не очень, знаете. Нормально, я мужик. Вот вы можете совершенно в этом отношении не рассчитывать на то, что я девочка. Ты знаешь... Там все будет четко, никаких помад, каких-то там непонятных вещей. Ключи от машины, карточки, деньги, паспорт. Все. Чтобы это не казалось какой-то кражей, что я руюсь в чужих вещах, у нас на связи еще стилист, автор статьи о моде, имидж-психолог Анна Перина. Анна, утро доброе. Здравствуйте. Доброе утро. Анна, вы нам сейчас поможете разобраться, собственно, с тем, что из себя представляет Юля Михайлович. Достаю некоторые вещи. Значит, смотрите, что в этой сумке. Паспорт, ключи от автомобиля, деньги, куча кредитных карт и записка. Не буду читать. А знаете, какая записка? Какая, Юль, говори, что это такое? Значит, давайте, давайте, зачитаю. Да, зачитаю. Итого, значит, отмечено. Я же мать, вы же понимаете, да? У меня здесь, значит, стиральный порошок, мешки для мусора, банки, хлеб, геркулес для Саши, не молоко, потому что у меня сына сейчас там... Короче, список, да, продуктов? Да, 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 и вычеркнуто то, что вчера куплено, что нужно сегодня докупить. Вот, в общем-то... Анна, что вы можете сказать? Вы знаете, я тут не нашла ни расчески, ни помаду. Тут есть только таблетки, я не знаю, которые... Это прям вот все сама, все сама, вы понимаете? Вот просто. Главное, что там есть... Аня, а цвет, цвет-то сумки какой? А цвет сумки розовый. Анна, вы понимаете? Бледно-розовый, но я еле выдержала этот цвет. Говорит, еле выдержала сегодня, просто костюм сегодня серый. Что можете сказать, Анна? Ваш диагноз, как стилиста? Слушайте, ну, во-первых, это розовая сумка, особенно если речь идет об элегантном оттенке розового, то есть это пепельная гамма, да, то есть не яркая. Это всегда говорит о том, что перед нами с вами натура очень женственная, скорее даже немного ранимая. То есть, может быть, в силу там возраста, да, уже, это не 18 лет, но в душе женщина очень молода. Это, кстати, приятно. И вообще, если честно, я очень люблю такие сумки, потому что женщина все-таки должна оставаться женщиной. А вот содержимое у Юли как раз говорит о ее зрелости, да, о том, что она все-таки человек очень организованный. Может быть, конечно, и любит потратить деньги, да, в силу там большого количества кредитных карт, банковских карт. Но, тем не менее, все-таки это мама, да, и которая, тем более, со списком здесь продуктов, необходимых вещей, которые необходимо, там, что-то приобрететь для ребенка. Это же важно, и как без карточек. А вот бренд, это, ну, вы знаете, я очень спокойно вообще отношусь к тому, что бренд, важно, да, чтобы это всегда был оригинал, в любом случае, да, это как минимум уважения к себе и к бренду. Так, ну, есть возможность всегда, я только за качественные вещи, за хорошие вещи. Тем более, Аня, вы сами отметили, что сумка приятная на ощупь. Сумка очень приятная, я вам больше скажу. У нас у всех, наверное, в свое время косметички превращаются в аптечки в наших сумках. Анна, спасибо огромное. Спасибо вам. Имидж психолог Анны Перина на связи. А в гостях у нас Юлия Михайловича, к вайбер-вотсап работают, 909-955-103.0. Поем мы сегодня, наверное, вот с вечной девочкой такой, причем неважно, сколько лет ей будет, она всегда будет молода и прекрасна. Юль Михайлович у нас сегодня в гостях. Юль, в свое время ты же мечтала в эстрадно-джазовое, да, поступить в отделение? Да, но папа сказал, не стоит, нельзя, получая нормальную профессию. Не считал раньше, что, ну, все это так. Глупости, да? Да, глупости. Ну, потом после «Фабрики», конечно же, «Звезд», когда уже случился большой проект, он сказал, ладно. Хотя до этого просто было огромное количество конкурсов и фестивалей, которые я выиграла. Ну да, доказала, доказывала с самого детства. Да, вот так вот. А вообще в каком ты жанре трудишься сейчас? Как этот жанр называется? Ну, все-таки, наверное, это популярная музыка вот в целом, да. Конечно, что-то мы пишем ближе к шансону, что-то ближе к эстраде, что-то является исключительно популярной музыкой. Но все равно это крайне приятно. Вот мне, например, я как пытаюсь со стороны иногда абстрактно на себя посмотреть. «Красивые все песни». Красивые все песни. Вот скажи, пожалуйста. Мелодичные. Ты такая вот красивая сидишь в студии, а нам сказала, когда мы сумочку твою рассматривали, что ты мужик. Ну, имеется в виду, что я, конечно, в отношении вот очень... у меня не женский подход к делам. То есть я живу очень четко, очень осознанно. То есть у меня нет такого, знаете, я блондинка, я тут немножечко туплю, и ладно, да. Ну, то есть вот по-другому я немножко к жизни отношусь, очень ответственно. Я вся максимально вот собрана. То есть не как девочка. Девочки иногда по-другому себя ведут. Я в этом отношении... почему мужик? Может, грубо так сказала, что у меня мужской подход к делам. Я тут недавно у тебя в Инстаграме видела, ну, как недавно, летом. Ты выкладывала фотоподборку с цветами. Ты написала девочке, сама себе завидуя. Это поклонник? Да, да, поклонник. Аноним? Аноним. Да ты что? Да, аноним, шлет цветы много. До сих пор? Периодически до сих пор, да. Не рассекретился, нет? Не сказал, кто он? Ну... Или ты уже догадываешься? Ну, нет, не сказал. Не сказал. Слушайте, еще присылайте цветы. Много цветов в жизни девочек красивых? Не бывает. Не бывает, нет. А сегодня тоже доставят, мне тут по секрету сказали. Да? Да. Ой. Скажи, пожалуйста, в свое время ты достигла немалых успехов в спорте. Легкая атлетика, акробатика. Я не знаю, что вы это все берете. Ну, как, откуда? Все есть, да? На шторах интернета. Привет, гугл это называется. Да, 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 да. Я действительно участвовала в каких-то соревнованиях. И вроде бы там уголочки все я сделала, ласточки, там, мостики. Все, что нужно было, сделала. А потом нужно было бежать. А у меня накануне конкурс вокально. Бежать нужно было по улице 2 километра. Я в шапке-ушанке. Все, кстати, там, ну, раздетые, естественно. Легкоатлеты, они же бегут, они стараются. А я в шапке с закрытым носом, ртом, чтобы ни в коем случае мне ничего никуда не надуло. Километр пробежала, обратно уже с машиной, которая сопровождающая ей села в машину, сказала, да идите вы все куда-нибудь подальше, мне важно петь. И все. И на этом все. Я была вторая с конца. А сейчас есть спорт в твоей жизни? Нет. Нет, да? Ты вот смотри, ты достаточно быстро после родов пришла в форму. Как тебе это удалось? У меня гастроли, недоедаю, недосыпаю. Это же наоборот как-то плохо влияет, недосып. Ну, конечно, не хорошо, конечно. И держусь из последних сил. Из последних сил. Я знаю, что ты любишь себя побаловать суши, а что еще в съестном плане ты себе позволяешь? Ну, вот были бы у вас сейчас печенье здесь, было бы печенье, я бы ей печенье ела. Я себе позволяю то... Марина, принесите, пожалуйста, девушке печенье, она у нас бедная, и все сахар и сахар просит. Нет, нет, я не хочу сейчас. Я такой очень гастрольный человек, то есть я буду есть то, что будет на столе. Конечно, когда есть возможность пойти спокойно в ресторан, я выберу там, ну, в основном я, конечно, выбираю морепродукты, то есть я люблю всю морскую кухню. Но в целом я буду есть то, что будет на столе в гримерке, там, я не знаю, ну, как вот придется. То есть я не могу сказать, что я чуть листья привредливая какая-то. А правда, что Юля Михайлович на четверть белорусская? Да, у меня дедушка коренной белорус. Как думаешь, вот от белорусов тебе какое качество больше всего досталось? Дедушка говорит, что я очень упрямая. Упрямая. Ну, это хорошо, потому что если он говорит, если что-то... Ну, и мама так считает, и папа. Ну, без упрямства-то куда в наше время? Да, вот если что-то в тебе ошлось в голову, все, бесполезно, бесполезно, говори, не говори. Я все равно сделаю так, как я себе придумала. Расскажи, пожалуйста, у тебя в детстве было прозвище интересное какое? В детстве не помню. Одноклассники тебя называли Ёлка, нет? А, Ёлочка, да. А почему Ёлочка? Ну, не знаю, как-то так, не могу понять. А вообще Новый год любишь? Обожаю. Обожаешь, да? Я также нашла в интернете информацию, что ты когда-то обожала лягушек. И что даже дома у тебя жила лягуха Матвей, ты даже на эфир с ним приходила. Ну, я вообще всех всю живность люблю, поэтому вот недавно ко мне тут в Сочи на террасу пришел богомол. Но я его, естественно, что? Я его забрала себе. Ты забрала богомола себе? Да, на денек, на денек. Потом я прочитала все про него. Это такой страх, Аня, или она, я не знаю, кто это был. Она вот так, хоп, голову поворачивает на тебя и смотрит. А у нее вот эти вот лапки всегда в стойке. Ой, у меня же мурашки. Ты вот сейчас вот расскажешь. То есть ощущение такое, что она постоянно, ну вот, сейчас вот, секунды и бросится. Но я ее собрала к себе, дырочки сделала, все сидит. Я изучила, что ест, чем, ну, как, что любит. Они хищники, то есть они питаются исключительно тем, что движется. Они не могут есть уже умерщленную пищу. Ну, вот это же правда, что они едят там голову самка богомола. Я это все посмотрела, все эти кадры, отвратительные кадры. В общем, я решила, что я не буду для нее искать никаких клопов и всего остального. И выпустила ее на следующий день. Слава богу. А дома живут вообще домашние животные, нет? Ну, у родителей есть кот. Здесь пока в Москве нет. Потому что я гастрольная. Я не могу себе пока это позволить. Так что прям. Слушай, Юль, сегодня прям вот с новой стороны для нас открылось. Теперь знаем намного больше о Юле Михайловичке. Не такая уж девушка простая, на самом деле. Как ты поешь. Юля Михайловичка у нас сегодня была в гостях. Замечательная девушка. Несмотря на болезнь, несмотря на недосып, на усталость, она все равно к нам с утра пораньше красивая пришла. Ее спасибо огромное, что ты с нами. Анечка, тебе огромное спасибо. Вот я сегодня вообще очарована тобой. Если тебе комплимент скажу. Нежная, ласковая, замечательная. И радиошансон мой любимый. И всем слушателям и зрителям всем спасибо. Спасибо. Всегда рада дорогим гостям. Звездный завтрак на радиошансон.